Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я очень испугалась за тебя, когда ты был без сознания Поправляйся, пожалуйста Я зайду к тебе, как только тебя определяют в палату Минимум сутки, никаких посещений Да, Виктор Игоревич Виктория, у нас срочное дело в Ростове Убит крупный поставщик финифти Роман Коршунов Под руководством которого должен был открыться павильон Москве на ВДНХ Наверху дело взяли под контроль Надо разобраться в обстоятельствах И сохранить коллекцию И не сорвать выставку Да что же это за дела такие То выставка хрусталя, то выставка финифти Ну Россия богата на промыслы Да, и на убийства, судя по всему Так, все, давай, езжай немедленно Тебя там ждут Есть, товарищ полковник Ну что, едете в Ростов? Откуда вы? А, ну да Я все время забываю, что мы теперь коллеги Рада была повидаться Иван, поехали! Не могу, Виктория Александровна Помпа потекла Не доедем Надо менять Так давайте я вас отвезу До Ростова всего час езды Виктория Александровна, не переживайте Я хорошо вожу Ладно Спасибо за выходной, Кирилл Андреевич Хоть в футбол посмотрю Ну хорошо, а как вы попали в следователя? Как-то далековато от мечты стать врачом Но не совсем врачом Ветеринаром Животных любите? Люблю Особенно бездомных Вы не представляете Сколько боли можно увидеть В глазах брошенной собаки Таскала домой всех И собак, и кошек Мама ругалась А папа? А папа всегда поддерживал Это вы по его стопам в полицию пошли? Да, когда папа не стало Я решила поступить в университет МВД Ну а там как сложится Дайте угадаю Университет закончили с красным дипломом Да и в школе отличницей были Верно? Вы на меня все досье собрали Зачем тогда расспрашиваете? Виктория, мне просто нравится с вами общаться Скажите, а вы уже все городки вокруг Москвы сколесили? Ну не то, чтобы все Но многие, да? Я сама не ожидала Но мне здесь уютно Вообще в маленьких городках есть свое очарование Особенно в тех В которых есть древняя история Это точно Да я и сам из понаехавших Вырос в глухой провинции Когда в первый раз приехал в Москву Заблудился и чуть не плакал от ужаса Вы не верю Да правда Добрый день Капитан Виктория Беляева Здравствуйте Удалова Надежда Старший следователь межрайонного отдела СК Ждем вас На ней, Виктория Александровна Свежеиспеченный И старший следователь Андрей Терентьев Оперуполномоченный По особо важным делам Очень приятно Будьте добры Мой багаж в машину поставьте Предлагаем терять время Пройти сразу на место преступления Дело серьезное С большим количеством неизвестных Наш судмедэксперт Кирилл Эдуардович Рожкин Добрый день Кулаторезанное Маленькое входное отверстие Большая глубина раневого канала Колющий удар Чуть ниже КДК Во впадину Повреждение блуждающего нерва И мгновенная Остановка сердца Падение Из положения стоя Труп не перемещали Время смерти С десяти до двенадцати утра Точнее не скажу Могу ошибиться Зарко сегодня очень Здравствуйте Здравствуйте Следов борьбы нет Из дома ничего не пропало С орудием убийства Полная неясность Предварительно Орудие убийства не было из стали Из чего пока сказать не могу Этот экспертиз сделать Убийство мог совершить человек Физически не очень крепкий При подготовке хорошей сноровки Удар мог нанести Любой взрослый человек И женщина И старик В доме постоянно проживает Жена убитого Елена И их семнадцатилетний сын Антон Елена по ее словам Приехала от подруги Около тринадцати Тогда и обнаружила труп Она пока не отошла от шока Успокоительные видимо Усугубляют ее состояние Понятно Елена Георгиевна Следователь из Москвы Она руководит расследованием Надежда я сама Здравствуйте Капитан Виктория Беляева Я бы хотела задать вам Несколько вопросов Расскажите про сегодняшнее утро Когда вы видели мужа В последний раз Я уехала В шесть утра В кострому К подруге А муж еще спал Уехали на машине Да А ездили в гости Или по делам Мы с Таней ходили На праздник моды Волжский стиль Скорую вызвали вы Нет Я Я Я опомнилась Когда Антон пришел Наверное Мне не надо Вылупить Столько Успокоительного Не могу Собраться С мыслями Туман в голове Скорую вызвал Антона С ним Полина Его девушка Вон они Ее уже допросили Она подтвердила Что была на озере с Антоном Он приехал туда В десять тридцать Антон вернулся домой С Полиной Нет Она приехала позже Узнав о случившемся Спасибо Антон Можно вас Это Виктория Беляева Следователь из Москвы Здрасте Здравствуйте Антон Попрошу вас ответить На несколько вопросов Вы последним видели Отца живым Получается что я Во сколько это было Вы заметили в его поведении Что-то странное Видел утром Около десяти утра Нет Странного ничего не было Отец собирался на работу Судя по недоеденному завтраку Коршунов на работу Так и не собрался Об этом же говорит Домашняя одежда На теле убитого Антон А вы знаете адрес Где работал ваш отец Лескова 7 Я в офис Коршунова Отлично А кто-то еще дома у вас бывает Может кто-то по хозяйству Помогает например Да Валя приходит убираться По пятницам Завтра вот должна прийти Потише Нет там никого О первополновочной По особо важным делам Старший лейтенант Андрей Терентьев С этого надо было начинать Коршунов сегодня был Да каждый день бывает Даже выходные А сегодня не пришел Случилось что? А то вы не первый кто его ищет А кто еще искал? Да приятеля его Хромов Они типа партнеры Напряженный какой-то был Знаете где искать этого Хромова? Магазинчик у него В торговых рядах В Ростовском Кремле Не ошибетесь он там финифтью одни торгует Спасибо А что случилось то? Камин жгли В топке зола и не сгоревшая головешка Странно На улице жарко Да утром когда я увидел Отца Камин догорал Так то его с весны не жгли Федь Федь А образцы из камина брали? Я еще Че сидим? Это Федор Гусев Наш криминалист Добрый день Здрасте Федор Гусев Криминалист Камер как я понимаю Нигде нет Камер нет А телефон убитого? Телефон изучают Ходила, ходила, ходила Да и было там все было Как мне День добрый Здравствуйте Хозяин здесь? Нету Магазин открыл и ушел А во сколько это было? В девять утра А что-то случилось? Коршунова Романа Анатольевича знаете? Конечно знаю Евгений Витальевич с ним работает А у них какие-то проблемы? Какие-то мягко сказано Прошу сразу зафиксировать Что я никакого отношения К их делам не имею Работаю только на кассе Похоже вы девушка Проницательная Сразу понимаете О чем идет речь Ну а как тут не понять С иконами проблемы Что вы о них знаете? Дорогущие они По два миллиона могут стоить Там же не только финифт Там еще и серебро И даже может золото Сколько вчерашнее стоит Не знаю Отношения к ним не имею Евгений Витальевич Вид покупателей Сам обслуживает А Коршунов Под них специальные иконы заказывает А где сейчас Может быть Хромов? Да кто же его знает? Он же передо мной Не отчитывается Они обычно В подворье обмывают Продажу икон Может сейчас там? А у вас есть фото Хромова Сейчас посмотрю Вот Назрел тост Друзья мои Вот что я хотел бы сказать Хочу похвастаться Мне удалось поднять Кругленькую сумму Так что поляна за мой счет Похвастайтесь мне подробностями Получения Кругленькой суммы Ну здесь все закончили Вспомнила Похожий образ Василисы Прекрасный Я видела в музее Царевной лягушки Недавно была там с дочкой Музей царевной лягушки? Да У нас такой есть По легенде Заколдованная в лягушку Василиса Провела на болотистых берегах Озера Нера Три года Для здешних мест Это очень популярный образ Сейчас даже думаю Что может там музей На фотографии была Елена Ну на этом портрете Она очень молода Надо будет заглянуть В этот музей Господи, Господи Даже представить себе не могу Какой ужас Как там Елена Полагаю, бывало и лучше Но сейчас речь О вас и о ваших заработках Мы в курсе про дорогие иконы Вы получили их от Коршунова Евгений Витальевич Речь об убийстве Даже следователя из Москвы прислали Давайте оказывать задействие И не будем разбираться в отделе Я клиентов защищаю Не себя Не каждый готов афишировать Такого рода покупки А иконы, да Я получил от Коршунова И полностью за них рассчитался А о какой сумме идет речь? Четыре миллиона Я передал их Елене Самого Коршунова я дома не застал Таких денег в сейфе не было О их пропаже Елена не заявляла Ночью Коршунов не мог отвезти их в банк И не надо было оставлять деньги Еленину Надо было передать их Семену Как Коршунов и просил Архарову, Семену Я ведь хотел в этот вечер Леночке Пардон, Елене Помочь с установкой панно Которое ей подарил муж Вы имеете ввиду ее портрет? Вы видели его? Не правда ли? Прекрасная работа И образ так подходит Елене Я даже сделал фото для каталога Но Елена категорически запретила Использовать его А жаль Категорически? Да Скажите, а где вы были сегодня утром? Провожал клиента Того, что приезжал за иконами вчера Можете ему набрать? Мне бы этого крайне не хотелось Это вопрос о репутации моего бизнеса Вам, Евгений Витальевич Сейчас прежде всего нужно заботиться о своем алиби Убит ваш партнер Пропали четыре миллиона Алло Здравствуйте Вас беспокоят оперуполномоченные по особо важным делам Евгений Витальевич Вам пока не следует покидать Ростов Итак У нас два потенциальных подозреваемых Хромов Алиби не подтверждено Мотив Бизнес-деньги Антон Алиби нужно уточнить Плюс Полина Он может его прикрывать А почему Елены нет среди подозреваемых? Ее алиби подтвердила Таня Желудь У них есть совместное фото с праздником Не все так просто, Надежда Денисовна Еще нет данных с видеокамер по машине Коршуновой Чтобы знать точно о ее передвижении Может там будут какие-то сюрпризы Если я не ошибаюсь Вы должны были этим заняться Есть что доложить Но если еще не доложила Значит нет Запросили Ждем Итак Жена и сын Наследственный мотив Мотив Если уж мы заговорили о Коршуновой Сегодня Хромов первым делом спросил про Елену Он ее боготворит Вкус у него, конечно, хороший Исключительно в интересах следствия У нас же пока нет фото подозреваемой Теперь будет У Хромова в телефоне оно, кстати, тоже есть Сделал его после установки картины Чем не похвастался Тогда у Хромова может быть еще и личный мотив Надо еще проверить Полину Зачем она приезжала И почему почти сразу ушла Можно задать ей пару вопросов без Антона Я могу съездить к ней прямо сейчас Давайте завтра Уже поздно Золотые слова, Виктория Александровна Поздно уже Я бы, с вашего позволения Занялся поиском четырех миллионов Завтра, разумеется Жалко, так, хотела сегодня найти четыре миллиона Завтра, разумеется Спасибо большое Елена про деньги не помнит Но не исключая того, что Хромов отдавал ей сверток Надо бы проверить кабинет Может, запихнула куда-то в торопях Не помнить про четыре миллиона Удивительная, конечно, женщина Антон Вы что-то слышали про деньги Которые Хромов принес накануне убийства Нет Этот отец в денежные дела вообще никого не посвящал А, я вспомнил Он тот день с кем-то ругался по телефону Что-то там было про достать их вот из-под земли Так грубо он отец разговаривал только с Семеном Хромов упоминал про Семена Архаров, кажется Коршунов хотел сначала деньги передать этому Семену Кстати, не успел вам сказать по данным телефона Этот Семен был последний, кто переписывался с убитым перед смертью Семен спросил, когда Коршунов ответил поздно Было это в одиннадцать двадцать После этого звонил только Хромов, но Коршунов уже не ответил Удивляйте, Андрей Андреевич О таких важных данных сообщайте кстати С учетом этого Семена нужно было допросить уже давно Только прислали, пока с паролем разобрались Антон! Если без меня здесь справиться, я Корхарову Скажите, пожалуйста Хромов близкий друг вашей семьи? Скорее мамы Хромов в тот вечер приехал с Мольбертом Чтобы помочь маме портрет установить Ушел поздно А после двенадцати отец приехал Ну и сразу с мать пошел Так умаялась, аж ноги подгибаются Век бы здесь не появлялась Валентина, Валентина Простите, не знаю, как вас по отчеству У нас можно без отчества и без чинов Мы тут все свои А тогда скажите мне по-свойски Что вы думаете про обстановку в этом доме? О вчерашнем убийстве Убийства ничего не скажу, не знаю А про покойников либо хорошо, либо ничего Кроме правды Ну если по правде Нехороший этот дом Я бы сама сюда не хотела Платят хорошо Пенсии каждая копеечка Леня, спасибо А почему этот дом нехороший? За что тут может быть хорошего Если ругаются все без конца Ну муж с женой, ладно, понятно Ну отец, сын, муж так собачились Я последний раз думала До кулаков дело дойдет А из-за чего ругались? Да из-за всего Ну в последнее время из-за этой Полинки Хозяин-то ее на дух не переносил Ну это-то я с ним согласна Верьте, хвостка Ей только деньги нужны А на Антона я и плевать А вы встречали в доме Семена Архарова? Видала Какой неприятный тип Чисто бандит Из-за маршки барские Кофейку мне принесли Лена его не привечала Поэтому он всегда с хозяином В кабинете его забирался Если по правде И без чинов Из финифтевой коллекции Пропала брошка Со старинной лягушкой Я когда пыль протираю Всегда коробочки открываю Ну чисто так Полюбоваться А последний раз А брошки-то нет Я, конечно, никому ничего не сказала Не мое это дело Вам говорю Но мы все-таки вроде как Из органов Спасибо На, Хромов Явился, не запылился А по поводу Хромова Супруги ругались? Коршунов ревновал? Ревновал, ну не к нему А ко всем Привет, привет Лена же красавица И одеться может И причесаться Ну чисто королева Это да Спасибо вам большое Леночка, дорогая Если я чем-то могу помочь Умоляю, не молчи Проверьте, пожалуйста, еще раз Все ли предметы коллекции на месте Возможно, пропала брошка С царевной лягушкой Не беспокойся, Леночка Я сейчас сам все проверю Можно вас на минуточку Даже если и пропала эта брошь Это не беда Цена и полкопейки Только Елена ей дорожила Говорила, чтобы память из прошлого Ну ценность не всегда определяется деньгами Странно, что она пропала именно сейчас Что ты говоришь? И в кино изменяют, и в жизни Здрасте, это про ЖК-8? Здрасте, да Спасибо Везде изменяют Все, обман Да понятно, что обман Семен Иванович Тебе чего надо? Ищу Семена Архарова Дома никто не открывает Андрей Терентьев Оперуполномоченный По особо важным делам Хотел задать пару вопросов О смерти Коршунова Про убийство? Ну знаем, знаем Не нашли еще, кто убил? Ищем Надеемся, Семен Иванович нам поможет А, а вот и он явился Не запылился Семен Иванович, здравствуйте Да подожди ты Ну че Че, мать Убирался паразит такой Я кому говорила? Коршунову близко не подходите А чем, чем, чем вам Коршунов не угодил? Такими деньжищами ворочил А большие деньги до добра не доводят А после того, как его напарника Зотова Посадили Сразу стало понятно, что дела у них нечистые А что за дела? А что за дела? Иди домой, мать У тебя нервы поднимутся Таблетки будешь пить А мне белье вешать надо Так иди вешай Ну пойду А что за дела такие нечистые? Кого посадили? Мать, сплетни любит собирать Я тогда только из Ярославля переехал Всех подробностей этой истории не знаю Допустим, где были вчера утром? Дома Со мной он был, со мной Я подтверждаю Мать, вешай белье Из данных телефона Куршунова Свидетельствует, что вы последним с ним переписывались На ваш вопрос, когда он ответил поздно О чем шла речь? Встретиться хотел Зачем не сказал? Евгений Хромов, знаете такого? Сообщил следствию, что Куршунов должен был передать Вам 4 миллиона рублей Какой-то несерьезный разговор у нас с вами получается Товарищ старший лейтенант С таким же успехом я могу сообщить следствию Что Куршунов хотел Хромову Передать 10 миллионов рублей По существу, алиби моё проверили Какие-нибудь вопросы ко мне есть? Дверзите Там, где ты учился, я преподавал, сынок Стаж в органах у меня побольше твоего будет Действительно, брошки-лягушки нет Да, мы все обыскали, денег не нашли А вот в альбоме была найдена квитанция госпошлины на развод Совсем новая Видно, убрали подальше в альбом Вписана только сумма Спрятали? Похоже на ту Альбом был на самом верху Лена! Господи Вызовите скорую Ладно, я сам отвезу ее в больницу Я их провожу, его отдел Я с вами Значит, вы вчера ездили к бабушке? Часто ее навещаете? Да, помогаю Продукты привожу, убираюсь А вчера что сорвались на ночь глядя? Лекарства у нее закончились Полина Я хотела у вас спросить Как у человека, вхожего в дом Коршуновых Какие у них были отношения в семье? Да, обычные, как у всех Мать у Антона хорошая, добрая Не то что отец А что вы имеете в виду? Ну, отец у Антона был вообще неадекват Чуть что сразу орать А когда он узнал, что Тоша не собирается поступать в институт И хочет уехать Они глобально разругались А Елена? Она к нам не лезла Красивая вещица Да, Тоша подарила Можно глянуть? Гляньте Есть подозрение, что Антон украл эту вещицу Из коллекции отца Ого, ну я и не знала Две Е соединены с сердцем Коршунов был роман Не подходит Хромов Евгений Да это вряд ли Он, конечно, давно по ней сохнет Но Побоялась бы Коршунова Придется изъять ее На экспертизу Да, пожалуйста Спасибо Найденная квитанция о разводе Дает Елене мотив Если Коршунов собирался с ней развестись А она этого не хотела Вот Нашла у Полины дома Антон подарил Битать подборовывал у отца Может, не только без делушки Это еще не все Я была права В музее царевны на фото я видела Елену Гимназия Кекина 25-е, 05-е, 2004-е А эта гимназия еще существует? Конечно Кекинская гимназия Это наша гордость Это одно из самых больших И старейших учебных заведений Ярославской области Надо обязательно туда взглянуть Но в начале надежда Навестите бабушку Полину Я уже у бабушки Я хотела уточнить Приезжала ли к вам вчера Внучка Полина Приезжала Как обычно Прилетела, как ураган И улетела Вы угощайтесь яблочками Да сладкие, медовые Спасибо И даже не ночевала? Да ты что, ночевала Хорошо, что вообще зашла И то вон На балконе Все время проторчала Секретничала Жених у нее А зачем она приезжала? Да вроде как Мимо проезжала и зашла И даже лекарства не привозила? Да зачем мне лекарства? Буду я еще эту химию пить У меня свои травки есть И вообще я Йогой занимаюсь И на шпагат Как девушка сажусь А можно я балкон осмотрю? И вы пойдемте со мной Господи Полинка Что натворила то? Видите? Деньги Господи Иисуси Да я ни при чем Деньги мне Антон дал Когда Антон дал вам деньги? После всего того, что произошло А вы специально приехали Чтобы забрать деньги? Да, я про деньги ничего не знала Он позвонил, я приехала Он сказал, что боялся Чтобы при обыске их не обнаружили Я вообще обалдела Когда узнал, что он копил А вы знаете, какая там была сумма? Не знаю Даже не полюбопытствовали Там было четыре миллиона рублей Он сказал, что давно копил Да и мать ему добавила Антону скоро восемнадцать Мы хотели начать жить отдельно Антон украл эти деньги И сейф отца Прошу заметить В день убийства отца Понимаете, к чему я клоню? У Антона с отцом Были отношения Как вы сами сказали Плохие Да и кража денег Антон мог убить отца Антон? Нет, мы с ним вместе Все это время были Катались на катамаране Ой Антон, кажется Отходил за едой Насколько, вы говорите Он отлучался за едой? Минут на сорок Не больше Сорок минут достаточно Чтобы добраться до дома И вернуться обратно Вы кого-то ждете? Антон должен прийти Откройте ему дверь Пусть он войдет Ведите себя Как обычно Угу Привет Привет Что-то долго-то, а? Привет Это самое плохое решение К убийству и краже денег Добавится еще побег и сопротивление Ты не убивал я отца Что мне будет за то, что деньги взял Ну если все расскажешь То не так много Что рассказывать-то? Ну взял деньги из сейфа и все Ну мать, когда выбирала деньги в сейф Я код подсмотрел Ну было не сложно Она и не скрывала А утром отец как с цепи сорвался Собирался картину выбросить На меня набросился Узнав, что мы с Полей на пляж собираемся Короче, выбесил меня в край А когда я вернулся Он уже это Ну я скорую вызвал И деньги из сейфа забрал Пока никто не увидел Камеры в магазине Куда вы ходили Вас не зафиксировали Значит, Алиби у вас нет А, вы, наверное, в ближнем проверяли А я в дальний ходил Там чипсы продаются Которые паренька любит А кроме чипсов Что еще покупал в магазине? А, чипсы, кефир Точно Вспомнила я вашего паренька А какая связь с кефиром? Обычно с чипсами пиво берут А этот взял кефир Так, во сколько это было? Вот В одиннадцать пятнадцать Антон был в магазине Так что у него Алиби Рада вас видеть В полном здравии Спасибо Только из больницы Очень хороший врач попался Лекарства подобрал Прокапали Туман в голове рассеялся Так вот Касательно четырех миллионов Эти деньги Я сама отдала сыну Поэтому Я требую отпустить Антона Да и в конце концов Это деньги нашей семьи Как будто совсем другой человек А какая беспомощная была Нам бы посмотреть Анализы из больницы Есть ли там следы от успокоительных А то прям Какое-то чудесное превращение Из лягушки в львицу А это мы сейчас устроим Я позвоню девочку В больницу И пора ли нам поужинать Денек тот еще выдался Я угощаю Я к дочке Алло, Любаш Я не голодна Давайте я провожу вас До гостиницы Давайте Деньги нашлись А подозреваемых вроде как нет По Елене еще остались вопросы Она явно солгала сегодня в участке Защищая сына Не хотите ужинать Давайте я вам город покажу Алло Простите, не поняла С каким делом можно ознакомиться Какого Зотова Это я запрашивал от вашего имени Все объясню Да, спасибо Запрашивала До свидания Зотов, друг Коршунова О котором упомянула мать Семена Сидит за кражу Семен сильно занервничал Когда мать упомянула об этом деле Я запросил от вашего имени Ну что побыстрее А мне сказать об этом Опять не успели Что-то подсказывать там могут быть Зацепки Почитаю на ночь глядя Да, Надежда, слушаю Царевна наша, похоже, симулировала свое потерянное состояние Следов успокоить? Ее анализов не обнаружили Спасибо большое Есть над чем подумать До свидания Да ладно, зачем ей это? Очень правильный вопрос В классах сейчас душно Да и отвлекают постоянно А здесь у нас такая красота Да, красиво здесь у нас А вы помните этот спектакль? Ваш класс его готовил? Мои Лучший выпуск 2005 года был Один как один подобрались Леночка Вы помните Елену Коршунову? Тогда она была перчиной Здравствуйте Здравствуйте, девочки Здравствуйте Конечно, помню Леночку Она тогда в этом спектакле Царевну лягушку играла Первая красавица у нас была Не мудрено, что она потом За богача замуж вышла Полкласса в нее влюблено было Егор Казотов, который Ивана Царевича играл Он же специально потом для нее Нарисовал костюм Василисы А мама Леночки потом его сшила Вместо короны Ей мамины бусы Прицепили Такой костюм? Такой Да, да, такой Очень забавный получился А ведь это же Леночка на портрете Ну, вот я и говорю Все как на подбор Один талантливее другого Ну, вот взять хотя бы Егора Учился он, конечно, не очень хорошо А вот руки золотые были А как рисовал, как рисовал Его ведь сразу после школы Взяли свинетью работать Правда, не знаю, что с ним Потом случилось Как он в тюрьму угодил Ведь парень-то, ведь он Совсем Не оттуда Не из тех Андрей, доброе утро Удалось что-то найти по Зотову? Доброе утро, Виктора Александровна Да, удалось Зотов, друг Коршунова Осужден по 158-й, часть 4-я Кража в особо крупном Вину не признал Срок по максимуму 10 лет общего Отсидел уже 7-й, дело рассматривалось в Ярославле Наказание отбывало там же Что интересно, Семен Архаров Родом из Ярославля Возглавлял там службу судебных приставов В Ростов переехал незадолго до дела Зотова Переводом Работал здесь недолго Ушел типа по собственному Я пробил Ему светило превышение полномочий Так что не по собственному Я Бархарова еще покопал Он мне с первого взгляда не понравился Ну у нас тут не клуб по интересам Нравится, не нравится Займитесь лучше Зотовым Он и Елена Коршунова, оказывается, были знакомы Возможно даже Зотов Автор того портрета Елены на террасе Да ладно Как все интересно закручивается Зотову, кстати, можно съездить А после половины срока, год назад Его перевели в колонию Поселение под Костромой Вот и съездится И только не откладывается Судьбу на кривой кобыле не объедешь Жаль, увидеться не успели Мы дружили с детства Как думаете Убийство Коршунова Может иметь отношение к вашему делу? Сложно сказать Я не знаю, чем он там на свободе жил Я уже семь лет заперти Но не удивлюсь, если в этом деле Замешаны те же люди, что и меня упаковали Подкинув золотишко Я читал ваше дело Понимаю, о чем вы Если назовете имена Дадите подробности Может и вам будет от этого польза Я этот вопрос для себя закрыл Меня теперь волнует только подписание моего УДО А у этих людей большие связи во всем В случае подробностей у меня могут быть проблемы А то и новый срок Да, Андрей, слушаю Я только что от Зотова Похоже, что Семен может иметь отношение не только к этому делу Но и к убийству Коршунова Думаю, надо с адвокатом по делу Зотова поговорить Я его уже нашел Надо в Ростов его вызвать Ну пусть Надежда организует А вы как приедете, сразу найдите меня Все непременно Есть что рассказать Отлично Игорь Иванович, здравствуйте Оперуполномоченный Андрей Терентьев По делу Егора Зотова Вы были его адвокатом, помните? Не помню И по телефону это обсуждать не собираюсь Портрет точно сделан давно Лет 10 назад Я специально знакомого эксперта с завода взял Он подтвердил, что по технологии изготовления финифти Используемым краском Видно, работа не новая Но вот рама сделана недавно И в ней есть один очень любопытный момент Вот, видите? Сверху и снизу надписи Углубление Происхождение их неизвестно Возможно, в них что-то крепилось Алло А адвокат жив? Тогда я сама съезжу в Ярославль У меня еще там есть дело Да, спасибо Сереж Федя Ой, Федор, простите Пришлите мне отчет Я позже все посмотрю Спасибо Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Это у вас тут, кажется, такой Терентьев работает, да? Вот я к нему У меня сын пропал Семен Архаров А про пажу можете заявить мне Когда он пропал? Так вчера я пропал После того, как этот ваш Терентьев К нему приходил Ушел и с концами Да я бы не беспокоилась Он же не маленький Только вот машина его во дворе стоит А в машине телефон его лежит А Семен обычно без телефона никуда Здрасте А, вот и вы А сын-то мой пропал После того, как вы к нему приходили Я как чуяла неладное Семен весь на нервах был В последнее время Пишите заявление Будем искать Не найдется в Ростове Будем искать в Ярославле Да искала я уже в Ярославле Звонила его бывшей подруге Не появлялся он там Все одно к одному Похоже, следствие на правильном пути Не исключаю, что Семен Причастен в ДТП С адвокатом в Ярославле Какое ДТП? Я уверен От меня хотели избавиться Кто? И почему? Не знаю Но я уверен Вы помните дело Егора Зотова Вы были его адвокатом Сто лет назад это было Плохо помню На вас действительно могли покушаться Недавно убили Романа Коршунова Друга Зотова Возможно, это как-то связано С тем давним делом Вы Обеспечите мне безопасность Сделаем все возможное Дело это было мутное Я на нем Коршунов Хорошо заплатил Я ей взялся А что вы имеете в виду Под мутным делом? Незнакомый из прокуратуры Сразу намекнул Чтобы я особо не напрягался Срок все равно Говорит Дадут по максимуму Коршунов Тоже Принимал участие в процессе Вроде как Хлопотал о друге Все Выходило Против Зотова Зотова взяли в Ярославле? Что он там делал? На выставку он приезжал И его взяли в гостинице В номере Драгоценности Нашли в коробке Из-под коньяка Зотов сразу пошел в отказ Говорил, подбросили Вину так и не признал Что я могу сделать Беспризнательных А после приговора Вы ни с кем из них не общались? Может, в последнее время? Помню, только после приговора Зотов просил меня в почту Отправить письмо Я еще удивился Что оно адресовано Коршуновой Имя я не помню Письмо отправили? Да Коршунов Вызвался доставить Сказал Что это его Сестра Здравствуйте А мне сказали Процедуры уже закончены Лиля Черт Лиля, стойте! Лилия Алиманова, стойте! Прощайте Черт Виктория Общение с вами Помогает мне держать Хорошую физическую форму Насколько я услышал Это было Лиманова Я уже дал ее данные На план перехвата Да откуда вы знаете? А Я все время забываю С кем я имею дело Да Лиля пыталась зайти К Сергею в палату С тележкой С инструментами С какими инструментами? Ну там Лекарства Шприцы И скальпель Я к Сергею Я с вами Привет, Сереж Прости Прости Раньше поздороваться Не успела Как ты себя чувствуешь? Познакомься Это майор ФСБ Кирилл Ильин Он занимается делом О нападении на нас В Гусь-Хрустальном Увиделись Хорошая память Гражданин Лиманов Мне нужно опросить вас О подробностях Нападения Я сейчас Мало что помню Ну что ж Зайду позже Когда ваши Когнитивные способности Полностью восстановятся Хорошо дня Виктория До свидания До свидания Зачем вы сюда Притащила? Ну вообще-то Он не в гости К тебе приходил Важно другое Лиля Она сбежала Я не знаю где она Как она узнала Что ты здесь? Любящее сердце Подсказала Ладно, Сереж Хорошо, выздоравливай Мне пора возвращаться В Ростов Приеду через несколько дней Пока Архарова засекли утром камеры Под Ярославлем Мне скинули геолокацию Класс Что и требовалось доказать Что там говорила мать Машину он во дворе оставил И телефон там же Пойду-ка я прогуляюсь Только недолго Виктория Александровна Звонила Скоро будет Надо обсудить результаты беседы С адвокатом Кажется Коршунов Подставил Зотова Вот как Тогда Ван Гуи Архаров ему в этом помог Попался борзый Хотел Зотова найти А его там уже нет Кострому давно перевели Так это Скинь мне эти данные Ладно Все Похоже на телефон адвоката И инициалы совпадают Все-таки я чертовски проницателен Семен Иванович С приездом Ай как хорошо подготовились И машину оставили И телефон в ней А мы с ног сбились вас искать Благо камеры помогли Еще есть какие-то вопросы Есть парочка Вы Зотова искали Хотели покаяться перед ним За тюрьму, которую ему устроили Не нашли С вашими-то связями Кстати интересно Коршунов хорошо платил вам до услуги Адвокат, половец Слава богу, жив В уме здравой памяти Так что приглашаю вас Заглянуть к нам в отдел Девушек На свидание приглашать будешь А меня официальная бумажка Ты с большим удовольствием Не сомневайся Алло Надь, можешь пробить Кому сейчас звонит Архаров Я уверен Это поможет доказать Его причастность к ДТП С адвокатом Быстрый вы Дороги свободные? Проверили, что я просила Да, уточнила Сестры у Коршунова нет Значит письмо было адресовано Елене Какое письмо? А вам Терентьев Рассказывал про Зотову? Да, это друг Коршунова Который сидит Так вот Возможно Портрет Елены Нарисовал Зотов Он работал с фенифтью И этот необычный образ Елены Для школьного спектакля Тоже скорее всего Придумал он Кстати И брошку-лягушку Из фенифти Тоже мог сделать он Как зовут Зотова? Егор Бинго Две буквы Е Елена И Егор И сердце Пронзенное стрелой С обратной стороны Ведется навестить Опять Нашу царевну Погнала Здравствуйте Антон А я К вашей маме А ее Нет Она в парке На озере Она любит там гулять А Хорошо Тогда поищу там А удалось что-нибудь Узнать про то Кто отца убил Пока нет Антон Можно задать вам вопрос Может вы помните Егора Зотова Который вместе с мамой Учился Помню Правда Я тогда совсем маленький был Запомнил его Потому что он подарки Нам постоянно приносил А еще он Возил нас с мамой На озеро купаться Он там Нас с мамой рисовал А потом Куда-то исчез Мама сказала Что он уехал А она еще Она еще просила Отцу ничего не говорить Про дядю Егора И про озеро Ну теперь-то я понимаю Что боялась Что он будет ревновать Ясно Спасибо Ну и наконец Главное открытие Ну не тяни Что там В камине Был обнаружен Черный порошок Оксида меди И внимание На тканях В области раны В результате Длительного Я бы даже сказал Очень длительного Изучения Федя Федя Все знаю про тебя Но не тяни Что там Были обнаружены Инородные Плохо идентифицируемые частицы Которые тоже имеют отношение К оксида у меди А он используется Как нам всем известно При производстве стекла Или эмали Для придания ему Синей или зеленой краски Ну Про всем известно Ты погорячился Погоди Ткани в области раны Ну Значит орудие убийства Могло быть из стекла Ты еще скажи Из фенифти Потому что у нас тут полно Нет И то и другое мало вероятно В первую очередь По характеру раны У меня другое предположение Орудие убийства Могло быть из малахита Потому что малахит Опять-таки Как нам всем известно На 70% состоит из оксида меди А что происходит с малахитом Если его нагреть Правильно При нагревании до 200-300 градусов Малахит распадается В черный порошок Который и был найден в камине Что я требовалась доказать Когда экспертиза будет готова Сегодня Надежда Денис Но вы от меня требуете Просто невозможно Федя, Федя Ой След остался В этой сказке Что-то про простор и покой Егор Зотов Тоже любил это место Зотов нарисовал Ваш портрет Извинить Сколько можно копаться В чужих семейных делах Компенсируете отсутствие своих Работа у меня такая Повторюсь Зотов написал ваш портрет Я говорила много раз Портрет Это подарок мужа Сюрприз И я понятия не имею Кто, где и когда Его написал Но почему-то Коршунову не понравился портрет Почему? А с чего вы это взяли? Я вообще не понимаю Какое отношение все эти вопросы Имеют к убийству моего мужа? После приговора Ваш муж передавал вам письмо от Зотова Письмо от Зотова? А почему чужой человек должен был мне писать? Знаете, у меня складывается впечатление Что вы надо мной издеваетесь Мой муж ничего мне не передавал И давайте на этом закончим Зотов пытался передать вам письмо Но Коршунов перехватил его обманом Приятный какой-то Приятный какой-то Яна, привет Ты как? Вот Приехал, чтобы ты не была одна Трудно, наверное, одной быть в такие дни Я не одна со мной, Антон Знаешь, очень схудала за эти дни Давай я тебя свожу покушать Куда скажешь, туда я свожу Жень Не надо всего этого Пожалуйста, не надо Единственное, чего я хочу Чтобы меня все оставили И ты тоже Ромы больше нет Ваши дела с ним закончены Поэтому и повода приезжать в этот дом У тебя тоже больше нет Прости меня за эти слова Стой Глукошка забери Да ладно Идите сюда Когда вы говорите, Хромов сделал эту фотографию? Сразу же после установки картины Тем же вечером А теперь сравните фотографию картины До убийства, которую сделал Хромов И после убийства, которую сделали мы Точно? Как мы сразу не заметили? Что не заметили? Две одинаковые фотографии Но изначально на раме были две декоративные трубочки На фотографии после убийства их нет Именно И они тоже были сделаны из малахита Из острины с двух концов Это помог нам выяснить Федя Браво, Виктория Александровна Это не мне, это Федору Вот и нашли орудие убийства И судя по всему, после убийства Трубочки бросили в камин Поэтому его и разожгли Это объясняет обнаружение в нем черного порошка? Все сходится Какое изысканное убийство! Да, эта изысканность добавляет ярких красок К портрету нашего убийцы А кто убийца-то? Ну, это надо выяснить Надежда, съездите, пожалуйста, завтра к Татьяне Желудь Не будем ждать запросов ко страну Сами с ней поговорим Может, лучше я съезжу? Нет, лучше пусть Надежда съездит Я подозреваю, там будет очень деликатный разговор А может, он меня хотя бы отвезет? Да Хорошо Хорошо Я Рому не помню, когда видела Да и про бизнес ничего не знала Мне же Лена ничего не рассказывала А я как раз хотела поговорить больше про вашу подругу Вы помните, как вы провели с Еленой в тот день? Не показалось ли вам необычным ее поведение? Да нет Погуляли просто часик и все Потом она домой засобиралась Сказала только, что праздник ей не понравился Потому что в этом году он неинтересный Да мы по факту его не успели посмотреть, так? Только начало А не припомните, в котором часу? Часов десять Угу Не показалось ли вам странным Что Елена потратила так много времени на дорогу Два часа туда, два часа обратно А по факту была на празднике всего час Да, нет Это как раз в духе Лены Она всегда была непредсказуема Да кто знает, можно просто с Ромой поругалась А пока доехала до меня, уже и успокоилась Ты сейчас тебя не ругаешь? Ну, знаете Не подумайте, что я посплетничать люблю Просто я волнуюсь за Лену Она опять хотела разводиться И отговаривала Ну, Антон хоть и вырос, но Я не знаю, что ей не ожилось Он и так ее любил Он так ухаживал, так добивался ее тогда в молодости Правда Деньги им им в этом очень помогли Она забеременела, поженились они Но Она никогда не любила его Вы говорите Снова хотела разводиться Честно, мне не очень комфортно Обсуждать чужую личную жизнь с ней Я понимаю, но это может очень помочь телу Но вы же не думаете, что Лену Мы изучаем все обстоятельства Ладно Где-то лет 7 назад у Лены был Рома Причем с нашим одноклассником Егор Зотов Он был в нее влюблен еще со школы Но так и не решался признаться в этом Кстати, это он познакомил ее с Ромой А Рома сразу его в оборот взял Ну, а Егору с Ромой тягаться было бессмысленно Вот как раз, когда у них тогда закрутилось Все 7 лет назад Я Ленку никогда такой улюбленной не видела Она все хотела мужу рассказать Развестись по-человечески Подбирала момент А потом вдруг Егору этого поймали на воровстве Псадили Ленка, конечно, очень переживала Ну, наверное, из-за этого у нее какие-то что и случилось Ребенка она потеряла На этом все Обратно в Ростов Колония Зотова отсюда далеко? Минут 20 Едем туда Так я бы вам бы мог Только нету его Работает на Оле в гранитной мастерской Вот это поворот А давно он так работает? Это я точно не скажу Ну, в конторе можно спросить Только у них сейчас обед Адрес в мастерской есть? Да какой там адрес? До конца улицы, то на левую Увидеть там вывеску А нельзя ли узнать Посещал ли кто-нибудь Зотова в колонии? Это я вам и без конторы скажу Нет Сколько он у нас, никого не было Подождите Это я откуда знаю Мне сменщик недавно рассказывал Что к Зотову наконец-то кто-то приехал Женщина Так И кто же она? Имя можно узнать? Вот в том-то и дело, что имя не зафиксировали Свидания так и не было Если хотите, я могу Николаю набрать Сменщик мой Он в тот день дежурил Не слышит небось На огороде Далеко огород Да у нас тут все рядом Здрасте Старший лейтенант юстиции Удалова Здрасте Это вы по поводу Зотова? Да Дозвонились вам? Да Да Не припомните Эта женщина приезжала к Зотову На-на Ну такую ни с кем не спутаешь Как с обложки журнала сошла А Зотов в тот день в городе был Экзамен сдавал в институте Вот они и не встретились Он же у нас студентом заделался В Костроме в институт поступил Это у нас, кстати, первый случай такой Ему поэтому вообще многое разрешали Вот А я еще, знаете, тогда удивился Думаю, а почему они заранее не договорились А дату? Дату, помните? Дату Дату Так Восьмое августа С утра она была Одна из первых Спасибо Вы нам очень помогли Пожалуйста А телефончик не оставите? Он засекречен Давно он у вас работает? С полгода А что стряслось? Хороший работник Золотые руки Помогал мне со сложными заказами Мы с ним, можно сказать, сдружились Я ему разрешал кое-что для себя делать А что он для себя делал? Егор подарок готовил Для любимой женщины Красиво получилось Я же говорю Руки золотые Егор попросил привезти эту картину Из его ростовской мастерской Три месяца назад Я когда был проездом Благо ключ от мастерской Так же лежал под наличником А зачем ему понадобился этот портрет? Егор делал раму Для картины И мы специально Малахит заказали Теперь подарок у этой самой женщины Да, я его недавно отвез Был в Ростове с оказией Видел ту самую его женщину Красавица А на словах Зотов что-то передавал? Просил пригласить ее к нему на свидание А вы, собственно говоря, почему меня об этом все спрашиваете? Вы можете у Егора сами спросить Он сегодня еще здесь, а завтра уже и все Уезжает Куда уезжает? Да куда ему подписали Он завтра уезжает домой Давай быстрее Что случилось? Зотов уже завтра будет в Ростове Поехали, все по дороге расскажу Надо позвонить Беляеву Теперь все быстро С учетом того, что вы сегодня выяснили Данные с камер, наконец-то Оказалось, что Елена приехала в Ростов Раньше, чем нас в этом пыталась убедить Машину зафиксировали на въезде в город В 11.52 За рулем была точно она Почти на час раньше, чем мы считали Да, у нее в тот день был очень интенсивный график передвижений За которым уследить было непросто Из дома она выехала в шесть К Тане приехала после девяти Хотя дорога занимает меньше двух часов без пробок Теперь понятно, почему Она была у Зотова А Таня ей нужна была только в качестве алиби для мужа Ну все верно Значит алиби у нее нет Будем задерживать? Будем действовать по обстоятельствам Поедем к Коршунову А по дороге все обсудим Ирина Георгиевна Давайте сразу к делу Зачем вы ездили к Зотову в день убийства? Вы в курсе, что ваш муж его подставил? Оставайтесь здесь Пойдемте Давайте обойдемся без актерства Вы теперь главная подозреваемая Вы скрыли свои отношения с Зотовым Выдав картину с орудием убийства За подарок мужа Хотя знали, кто его автор Коршунов, видимо, тоже сразу понял, чья это работа Занервничал Вы использовали свою подругу Для обеспечения себе алиби Не говоря уже о том, что сын застал вас У трупа вашего мужа Это все бездоказательные домыслы Которые я не собираюсь выслушивать под конец дня К тому же Они не имеют никакого отношения К убийству моего мужа Которое вы должны расследовать Очень даже имеют Очень даже имеют Вы задержаны По подозрению в убийстве Романа Коршунова Вашего мужа Арестованы? А что здесь вообще происходит? Подождите пока в машине Задержанной нужно собрать кое-какие вещи Вы кого покрываете? Себя или Зотова? Нет, нет, нет Зотов Зотов в колонии Зотов не мог убить Не мог Нет Зотов работал за пределами колонии Ездил на учебу Выкроить три-четыре часа Для того, чтобы навестить старого друга Ему не составило бы труда Так что он мог Впрочем так же как и вы Егор жертва, а не убийца Но если вы все знаете Вы же должны были понять Как жаль, что я поздно узнала Что муж его подставил Как и когда вы узнали Что Коршунов подставил Зотова? Я подслушала его пьяный разговор С Семеном недавно А они обсуждали Как Егору еще срок накинуть? Видимо для этого Куршунов хотел Передать Архарову Четыре миллиона Жаль, что я тогда Не смогла приехать на суд Все было бы иначе Почему вы не смогли поехать? За несколько дней До ареста Егора Я узнала, что беременна Из-за того, что с ним произошло Я попала на сохранение Ребенка не спасли Я очень ждала везде от Егора Он знал, что я была беременна Но пришло только одно письмо И то Уже после приговора И Он просил его забыть Что он гнилой человек Это письмо сохранилось? Письмо придется изъять для экспертизы Возможно, муж подделал его Мы вынуждены вас задержать Как минимум задачу ложных показаний Статья 307 Уголовного кодекса Дальше будем разбираться Стойте, что происходит? Мам! Сынок! Антон Антон, я вам сейчас все объясню Мам! Антон Куда ее везете? Вашу маму задержали по подозрению В причастности к убийству Как это возможно? Что за бред? Следствие разберется Если ваша мама невиновна, ее отпустят Антон Привет Здрасте Как ты вырос? Я дядя Егор, ты меня не узнаешь? А, точно Узнаю Как мама? Я про отца все знаю, ты прими мои соболезнования Спасибо Мамы дома нет, ее задержали подозревать, что это она отца убила Это трэш какой-то, я вообще не понимаю, как про нее такое можно подумать Я даже не знаю, что мне делать Полина, девушка моя, говорит, что маме адвокат нужен хороший Иначе ее посадят А у вас, кстати, нет адвоката знакомого? Я уверен, мама скоро вернется домой Ты не бойся, адвокат ей не нужен Да я просто боюсь представить, как она там Мама, она ж такая хрупкая Даю слово, сегодня она вернется домой Дядь Егор! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все Добро и зло победили друг друга И царевна осталась без сказки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, у меня важная информация по делу об убийстве Романа Коршунова Это со мной Пойдемте Я готов дать признательные показания в убийстве Романа Коршунова Подождите, запись идет? Угу Сначала, пожалуйста Я, Егор Борисович Зотов Убил Романа Коршунова Восьмого августа этого года в его собственном доме Ударом в шею Малахитовым штырем Изготовленным заранее специально Отпустите, Лену Если ваши показания подтвердятся, то ее освободят Хорошо Коршунов украл у меня жизнь Я у него Я Семь лет отсидел, ни за что Дело застряпал Роман, чтобы разлучить нас с Леной, а Архаров ему в этом помог Во время процесса Коршунов сочувствовал мне Обещал вытащить Я, дурак, все это сначала схавал Когда же на свидании Коршунов обмолвился, что Лена сделала аборт Якобы не захотела рожать Я все понял В отличие от него, я знал, что у Лены противопоказания против аборта после Антона От одной только мысли, что он мог причинить вред Лене и нашему ребенку, у меня скипала кровь Слушай о байке этих заключенных, чего только не наслушаешься И я придумал план, как отомстить Покинуть колонию на время было не сложно Некоторых даже отпускают к семье на выходных У меня была работа Вы специально позвали Лену на свидание, чтобы ее не было дома? Да, да, с Леной была сложнее всего Я просчитался Получается, что, черт возьми, я ее подставил Как попасть на участок незамеченном, я знал по прошлой жизни Надо было перепрыгнуть через забор на заднем дворе Здорово, братан Ты как здесь? Сюрприз хотел сделать Ну что, как вы тут живете? Рассказывай Бывает. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Второй штыршич не успел. Это хорошо. Он мне потом пригодился. Как же я хотел броситься к Лене. Снова прикоснуться к ней. Обнять. Егор! 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 Что? Что с ним? Давай, зовите скорую, Кнатью! Воззывай скорую! Пульса нет. Как нет? Что значит нет? Егор! Егор! Что вы сделаете? Давайте, выйдем на выслушку. Пожалуйста, открой глаза! Выдите скорую! Лена, родная. Последние часы жизни я на нашем месте. Один без тебя. Лена, родная. Последние часы жизни я на нашем месте. Ты не придёшь, и я не услышу твой голос. Не пропаду в глубине твоих карих глаз. Ничего этого больше не будет. Это расплата за вырванные мгновения нашего горького счастья. Сидя в школе за партой рядом с тобой, до мурашек ощущая каждый твой вдох, Я рисовал для нас совсем другую жизнь. Но её у нас не будет. Бывают ошибки, которых исправить нельзя. Все мои ошибки такие. Лена, любимая, от осознания того, что дальше тебе идти одной, моё сердце рвётся в клочья. Прости. Прощай. Мам... Мам... Субтитры сделал DimaTorzok Давно не приходилось иметь дело с такими шекспировскими страстями Виктор Александр, по поводу письма Зотова, которые он писал Коршунову из тюрьмы Вы были правы, на конверте почерк Зотова, а вот письмо написано другой рукой Но явно пытались копировать почерк Зотова Молодец, Федя, очень ценная информация Да, и по самому Зотову, там Крошкин уже заканчивает, но почти наверняка он отравился Малахитовой крошкой, которую употребил в огромном количестве незадолго до визита к нам И там, что интересно, основной карбонат меди, Малахит, он когда попадает в желудок Там под воздействием соляной кислоты он переходит в... Федь, можно без подробностей? Мы тебе верим Внесите все в отчет и передайте Надежде Теперь всем занимается она Надежда, сразу как вернетесь в отдел, подбейте все улики на Зотова Да, конечно, там найдется В рюкзаке у Зотова была бейсболка, на которой предварительно были найдены следы крови И водителя автобуса, на котором приехал Зотов, тоже уже нашли Надеюсь, Андрей Андреевич поможет нам его оперативно допросить Коллеги, у вас и правда много работы, возвращайтесь-ка вы в отдел Я дальше сама, ну правда, тут недалеко Надежда, вы пересмотрите все-таки за Еленой, хоть какое-то время Только никак за подозреваемой Все, ребят, спасибо, пока 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 Классно, да? Да А мороженое вкусное А есть еще? Да, да, есть еще На, хватит облизываться Угу, давайте, идемте Уграем Угу Уграем Продолжение следует...